здравствуйте дорогие садоводы и огородники а также все зрители нашего канала дела огородные меня зовут юлия очень рада что вы заглянули к нам в гости сегодня речь пойдет о покупках на будущий сезон а дело в том что и мне тут потребовались некоторые семена домашних растений очень хотелось посеять посадить снять ролик для вас и что вы думаете когда я начала прогуливаться по сайту то поняла что мне нужно то одно то другое то третье это как знаете когда идешь с тележкой с большой по крупному гипермаркету постепенно эта тележка верхом заполняется когда ты подходишь к кассе ты понимаешь как же так вроде бы ничего не нужно было шел за чем-то конкретным а набралось столько всего и здесь тоже на сайте семена почты не на правах рекламы просто неоднократно там заказывала поэтому делюсь с вами и цветы нужны и вроде бы уже как нужны семена и ягод и овощей на будущий год почему бы и нет и какие-то мелкие приспособления что-то такое для заготовок и в общем набрала я целую посылку которую сегодня курьер мне привез только что мы ее вместе с папой и с детьми разобрали много всего интересного поэтому хочу поделиться с вами если вам интересно какие семена я заказала какие интересные вещички для сада и огорода у нас появились то приглашаю к просмотру вот здесь на столе я разложила все то что было в посылке чтобы вам удобнее было смотреть поближе первым делом торфоперегнойной таблетки маленького диаметра это 24 миллиметра они шли там типа три по цене двух как-то вот так такая была акция поэтому я взяла маленькие таблеточки мало места занимают и в то же время семена в них отлично растут вы знаете что их просто обожаю взяла вот такие вот наклейки консервированием мы занимаемся очень любим это самоклеящиеся этикетки на крышке вот здесь вот можно написать чего что поставить дату по моему очень красиво и здесь получается 4 листа 4 листа по 8 этикеток тоже стоили они недорого поэтому вот заинтересовалась вот такой коврик взяла для квартиры в условиях комнаты когда вы что-то пересаживать там либо на кухне чтобы ничего не разлеталась земля не разлеталась то есть вот так можно конечно подстрелить какую-то газетку клееночку вот но знаете что здорово что вот так края прищипываются да можно в принципе прищепками и обычной бумаги и либо клеенки защипать вот так края но цена у него смешная поэтому взяла у меня была такая вещь однажды и все это я дело сажала такая таблетница мне очень понравилось здесь также можно семена насыпать вот на самом деле для таблеток я брала вот такая вещь очень интересная смотрите это на самом деле вот такая верхняя часть для какого-то прибора он тоже на сайте продается для гидропоники то здесь можно выращивать лук на зелень проращивать я на самом деле думал что он чуть-чуть побольше по размеру думал чуть больше но просто посажу луковицы маленького диаметра сюда очень удобно берете любую квадратную плошку наливаете воду сверху ставите и размещаете здесь аж девять луковиц они будут прорастать корни вниз будут питаться водой влагой и по моему удобная вещь обычно все это в баночки майонезные какие-то там где-то из-под детского питания ставим а здесь вот одна плошка и целых 9 луковиц по моему удобная вещь еще знаете мне что понравилось форма для огурцов вот такая вещь они разные и поскольку готовить я очень люблю и украшать блюда то представьте как будет здорово если вырастет вот такой вот огурец все очень просто просто на стадии формирования огурца здесь вот это все съемное потом разобрать конструкцию очень легко помещаете огурец в эту форму и он когда вырастает он вырастает по форме получается вот такой вот я надеюсь что он получится вот таким вот сердечком на самом деле все эти овощи очень легко поддаются вот такому формованию формированию именно вот по форме поэтому до масло масляное наговорила но я думаю что вы меня поняли для будущего сезона взяла вот такие стикеры здесь даже карандашик в упаковке написал потом все это можно смыть и использовать повторно на самом деле можно что-то приспособить и пластиковые ножики и ложки и вилки но почему-то мне захотелось чтобы все было красиво как у людей такая вот сетчатая сито сито для садоводов вот просеивать землю так очень понравились мне вот такие совочки пластиковые два стильных совка для садовода представляют собой вот такие стаканчики с острым краем и знаете что мне понравилось но обычно совочком можно там что-то свернуть вот так вот когда в землю начинаете набирать из ведра рассыпать по стаканчиком по горшочкам высыпается она здесь же получается все очень удобно все хорошо большего меньшего диаметра можно конечно обрезать и бутылку но это прям вот очень хорошо держит форму ничего не сгинается все плотненькая вот стоит тоже не дорого а кстати упаковка классная посмотрите какая коробочка очень даже приглядная такую вещь даже не стыдно и подарить в качестве презента какому-нибудь знакомому садоводу и огороднику да очень мне понравился секатор я знаю что папа мой мечтал давно о таком что-то как-то все попроще попроще себе секатора покупала когда сегодня он увидел вот эту вещь в посылке то очень обрадовался подходит и для левши и для правши все мы тоже конечно же разбирали сейчас аккуратно все делали если это все разорву вот все это очень удобно можно и левой рукой работать очень удобно и правой рукой все очень мягкий такой ход и видите двухсторонняя такая защелка в общем для левши для правши хороший секатор я рада что он остался доволен тоже будет подарок ему и еще вот такие вот инструменты для работы в саду в удобном чехольчики на молнии вы знаете что мне понравилось здесь 4 инструмента не знаю даже так вам их скорее покажу чтобы не доставать каждый набор посадочные футляре два совочка побольше поменьше вот такая вот такие грабельки и тяпка матышка и рыхлитель удары прочные легкие и безопасные на самом деле они очень легкие и вот здесь вот написано что сделаны они из стекла наполненного полиамида то есть видите введение в полиамида стекловолокнистого наполнителя позволяет получить материал с увеличенной прочностью жесткостью и тепло стойкостью в общем очень хочется надеяться что они будут действительно ударопрочные и здесь шкала нанесена то есть сколько сантиметров сразу будет понятно насколько заглублять легкий острый даже аккуратно нужно чтобы не порезаться и здесь стоит заглушка которая вынимается при случае при необходимости вынимаете эту заглушку и можно сюда вставить какую-нибудь трубу что-нибудь нарастить то есть можно запросто длину ручки увеличить ну и остались семена вот у меня здесь уже три таких кучки разложила давайте сейчас поближе все это посмотрим а давайте начнем с цветов я взяла ценерарию буду сажать это комнатное растение захотелось мне посадить посадить вот такую пиларгонию мулен руш очень красивая ярко-красная и вот еще вот здесь пиларгония посмотрите какая красивая будем вместе сажать весь процесс от момента посева и до цветения надеюсь что такой ролик у меня получится взяла в большом количестве питунью смотрите разную так это у меня внизу сейчас вот такая белая прилив серебряный каскадную специально для вазонов смотрите какая красота все это мы по весне с вами будем вместе сажать красота я люблю питунью покупать в гранулках она дороже но в схожесть у нее прям вот ну реально стопроцентно и не люблю покупать семена аэлита вот не люблю случайно попали сюда ну как-то вот знаете практически не всходят они прям вот все совсем плохо поэтому здесь а или ты у меня практически не увидите вот здесь вот просто клюнула на картинку и не заметила этого и вот из домашних еще я взяла глаксинию всевозможную видите такая такая разных красоту лик тоже все всхожесть хорошая работать с ней никаких проблем нет как посеять уже ролик был что потом будет дальше обязательно вам покажу через какое-то время и также взяла бархатцы на самом деле не очень их люблю но как классно они цветут с лета и до с самых заморозков вот не люблю из-за запаха астра перетрум снежный шар матрикария еще одна астра цене тоже очень люблю цене и потому что они точно так же как и бархатцы цветут 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 и очень неприхотливые перетрум золотой шар вот такие бархатцы матрикария golden ball да и еще вы знаете здесь астра и очень я люблю лаватеру одно время мы ее сажали мы называли китайская роза но тоже она прям вот отлично кустиком растет цветет и потом буду сама семена собирать потому что проблем в этом нету они хорошо приживаются вот такая у меня всегда была и захотелось мне рубиновую королеву и вот здесь немножко семян овощей всевозможные томаты кукуруза немножко захотелось томатов на окошке зимой своих кабачок цукини смотрите какой желтенький взяла перца тут тоже много будет мы сейчас дойдем на него вот такой гигант красный земляник русский размер гладиатор перец на сельдерей корневой баклажаны мария индус хочется мочалку вырастить мы уже не раз ее выращивали вот купила семена хотя свои тоже есть базилик карамельный какой-то с карамельным вкусом попробую прямо на окошке посажу свекла столовая пиковая дама без колец конечно же здесь первую очередь на перца заинтриговала картинка перец xxl русский размер земляника сашенька звезда востока гигантелла почему-то гигантелла мне это не хочет сходить сибирский сад вроде бы хвалит а как-то вот но взяла еще раз по весне сажала ну хоть бы одна взошла семечко тыква большой макс томаты спрут мы сажаем обычный а вот раз я решила сливку взять патиссон никогда не сажали но вот тут нас как-то угостили я его замариновала да так вкусно поэтому решила посадить у себя оранжевый медок арбуз бонсай это опять же вот видите набрала сколько для выращивания в вазонах помидорок свекла рафинад гигант русский земляника тыква дымная хороший кстати у нас была такая кабачок буржуин заинтересовала форма никогда не выращивала круглый кабачок цветная капуста белое совершенство сладкий мини перчик тоже для выращивания в горшочках на балконе на подоконнике обычно так выращивают горький перец острый а тут сладкий заинтересовал томат добарао гигант добарао вообще любим посмотрим что за гигант будет малиновый слон новинка русская матрешка я тут видите именно таких малиновых крупных набрала апельсинка кабачок можно подумать что это помидор но на самом деле это кабачок вот тоже привлекла эта картинка посмотрим потом с вами что будет в реальности тыква сладкий банан ну как не купиться на такое название маркетологи молодцы вот такие были покупочки был краткий обзор просто хотела с вами поделиться надеюсь вам было интересно всем пока до новых встреч на канале дела огородные обязательно еще увидимся подписывайтесь потому что впереди вас ждет еще много всего интересного всем удачи